Фейс-ситинг. Сесть на лицо как элемент женской доминации. С фейс-ситингом я познакомилась в 19 лет благодаря шикарному бывшему спецназовцу. Он был на 14 лет старше меня. И это было крайне неожиданно, потому что я до этого ничего подобного не встречала. Но оказалось, что в сексе он мазохист. И уже на втором свидании он посадил меня себе на лицо. Попросил давать ему пощечины. Научил, как ему приказывать меня лизать. Это был очень интересный опыт, потому что я часами сидела у него на лице. И подробно рассказывала, что ему делать языком и губами. Как ему целовать, лизать. Я до этого никогда подробно не задумывалась о том, как мужчина должен это делать. Это была великолепная практика. Я бы всем парам рекомендовала вот такой вот фейс-ситинг с указанием, как правильно лизать и что нужно делать. Даже если девушка совершенно не понимает изначально, как она и что будет говорить, это не важно. Я тоже не знала, что и как мне говорить. Но в процессе сначала у меня не очень получалось. Я была скована. У меня слова застревали в горле. Но постепенно я научилась ему так подробно и так долго, без остановки, приказывать, рассказывать и руководить каждым его движением, что это давалось уже очень легко. И я действительно ощутила вот тот куни, который только можно себе представить. Потому что каждый раз при каждой нашей встрече мне приходилось очень подробно чувствоваться в свои ощущения и понимать, что ему ещё сказать, как им руководить, какие приказы ему дать, как ещё меня полизать, как ещё лучше это сделать. Это всё сопровождалось такими достаточно лёгкими пощёчинами. Я хватала его за волосы, и я сжимала ему горло, и я вжималась ему в лицо, и я елозила ему по лицу, и я всячески его обзывала словами, которыми он просил его обзывать. И в процессе он играл как бы мою лесбиянку. Он представлял себя девочкой моей лезби, он знал, что я бисексуальна, и ему очень нравилось то, что я би, и он всячески это обыгрывал. Он безумно кайфовал от того, что представлял себя моей лезби, которую я заставляю себя вылизывать. Это была очень забавная игра. И самое интересное, что это никак не сочеталось с его внешностью. Вот это вот такой брутальный, такой высокий. Он ходил всё время с револьвером, потому что он был бывший спецназовец, и я не знаю, в чём заключалась его работа. Это был конец 90-х, поэтому кто его знает, зачем он носил этот револьвер, чем он занимался. И он не был бандитом, потому что у него было юридическое образование. Он был действительно очень образован, у него была очень правильная речь, он был такой очень неспешный в своих действиях, его каждое движение было чётко выверено. Это вот он напоминал такую змею застывшую, а потом раз и очень тихо ползущую. Это никогда он абсолютно беззвучно ходил. Это было так интересно. То есть никогда нельзя было услышать, вот если ты сидишь спиной, что он прошёл в комнату. Это было очень завораживающе. И потом вот у такого мужчины, который ходит абсолютно бесшумно, у которого револьвер, который вот такой весь волосатый, брутальный, и доминировать над ним, и сидеть у него на лице, приказывать, вылизывать, быть его госпожой. Это было реально очень забавно. Поначалу, наверное, было где-то даже какое-то ощущение опасности, что я могу нечаянно перейти какую-то грань, и неизвестно, что дальше будет. Но как-то я к нему привыкла, и постепенно я всё больше и больше входила в эти всё роли. Хотя я где-то умом понимала, что опасность, она всё равно ещё рядом, она есть. Но это ещё больше возбуждало и заводило. И тем азартнее я сидела у него на лице, тем кайфове мне было над ним доминировать. Потому что это вот такая вот тонкая игра на грани. как я его обзову, как я ударю его по лицу, что я ему такое скажу, с какой силой я натяну его лицо на себя, сколько он выдержит этих испытаний, чтобы не сорваться, чтобы не достать свой револьвер. И мы так играли с ним несколько лет. Несколько лет длилось это безумие, мы закрывались. Каждый раз, когда мы встречались, мы закрывались на несколько дней, ну, два-три дня. Мы где-то или в загородном клубе в номере были, или это была какая-то посуточная квартира. И вот длилось это безумие по несколько часов у него на лице. Моих оргазмов было просто несчётное множество, насколько я могла кончить, сидя у него на лице. В течение ночи, за несколько часов, да, это были какие-то перерывы, то есть это могло быть 40 минут, час, потом перерыв, перекур, потом опять продолжение. Иногда это могло даже длиться больше часа, там, может, полтора часа. Да, где-то я иногда уставала, но одновременно то, что я входила в этот азарт, оно очень сильно подстёгивало и как-то перекрывало эту усталость и хотелось просто продолжать и продолжать сидеть и сидеть больше у него на лице. Он в этот момент дрочил себя, когда я у него сидела на лице и представляла себя вот этой вот лесбиянкой моей. Говорил, да, 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 я твоя лезбиянка, да. И я как бы вот принуждала его, обучала его. Мы играли в разные игры, я должна была придумать разные истории. Либо когда я его прям очень жёстко принуждаю, либо когда я его учу, либо когда я его нежно соблазняю и постепенно, как бы так вот настойчиво, но не грубо принуждаю. Сколько, я не знаю, какие, наверное, сотни, сотни этих фантазий я придумала, сидя у него на лице, заставляя меня вылизывать. Сколько оргазмов. Я, наверное, никогда вот так много не кончала. Да нет, почему, наверное, да, я точно, сто процентов никогда так много не кончала в течение нескольких часов, сидя у кого-то на лице, потому что я никогда ни у кого больше не сидела такое количество времени на лице. Обычного секса между нами, кстати, не было. У нас был только один раз секс в самую первую встречу. У нас был обычный секс. Я его практически не помню. И после этого... А, нет, подождите, ну какую встречу? В первую встречу, когда у нас был секс. То есть, ну, когда мы первый раз заняли секс, у нас был секс вот обычный. И сразу после него там мы отдохнули какое-то время, и дальше я у него оказалась на лице, села ему на лицо, и всё. С тех пор, с того дня, всегда, в течение нескольких лет я была у него на лице. Хотелось ли мне чего-то большего пересесть на его член? Не знаю. Я не знаю. Я настолько свыклась с тем, что вот он был моим лизуном, что он меня только лизал. Причём удовольствие от его языка, оно было колоссальным. И я бы рекомендовала всем парам вот так вот подробно, даже если вы не любите играть в доминацию, просто опыт сесть на лицо и подробно объяснять мужчине, как лизать, где лизать, как губами, языком, где придавить, где лизнуть, где всосать, где нежнее, где сильнее. Вот всё поэтапно, пошагово объяснять. Ваш мужчина научится шикарному куне, и ему по-любому очень понравится вот это вот руководство к действию. И женщина научится получать максимальное удовольствие, лучше поймёт своё тело, потому что она, для того, чтобы она это всё объясняла, она должна чувствоваться в себя. Она должна вот поэтапно, каждый шажочек, каждое ощущение, каждой клеточкой своей прочувствовать, как он лижет и подробно его направлять. Поэтому это шикарный опыт, всем рекомендуем. И вот такой у меня был лизун, нижний, бывший спецназовец, научивший меня сидеть у него на лице. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Любите ли вы, когда вас сидят на лице? Или вы никогда ни за что не позволите куне, никогда не позволите сесть вам на лицо? Я вас всех целую. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, ссылка под видео в описании. Я вас люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok